В регионе отметили День дружбы народов. На этот раз праздник прошел в Струковском саду в формате Большого этнофестиваля «Всем и Россия». 30 интерактивных площадок, более 50 творческих коллективов со всего региона и тысячи гостей. Репортаж с национальным колоритом прямо сейчас. На день Струковский сад превращается в огромный театр под открытым небом. Его актеры – представители самых разных конфессий и национальностей. Каждый – эталон народного костюма, песни и пляски. Для зрителей все действие начинается с парада женихов и невест под звуки оркестра. Такой парад – уникальная возможность познакомиться со свадебными традициями разных народов. Для нас это значит ли это национальность, понимаете? Человек без чувства национальности, я думаю, он не может, допустим, иметь право на будущее. У каждого должна быть своя национальность, который должен помнить свои культурные ценности. Там, где свадебный парад заканчивается, праздник только начинается. Этнофестиваль – калейдоскоп тематических зон. Это мастерские, этнокварталы, народные театры и многое другое. Каждая площадка по-своему уникальна. Мы стараемся сохранить здесь, для того, чтобы донести до русского народа, других национальностей, которые проживают в Самарской области, вот те зачатки культуры, особенно песенной, фольклорной культуры, потому что это гордость. Через нашу культуру общую, и российскую, и русскую, и азербайджанскую, и другие национальности, можно прийти к кузнам дружбы. Обязательно, потому что, когда человек познает другую культуру, он познает человека и его душу. Это очень важно. Телеканал «Губерния» с десятилетием. Желаем долголетия, чтобы смотрела и слушала не только Самарская область, но и вся. Три раза. Ура! 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 Среди национальных подворий есть место и у площадки нашей телерадиокомпании. «Губерния», информационный партнер этнофестиваля, в этом году отмечает юбилей – 10 лет. Записать свое поздравление смогли все желающие. Лучшие мы покажем в эфире и опубликуем на наших страницах в соцсетях. Центральная же часть фестиваля на главной сцене. Здесь в течение всего дня выступают коллективы со всего региона. Поздравляет всех с праздником и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он награждает почетным знаком и грамотами людей, которые внесли особый вклад в развитие дружбы народов. Замечательная традиция празднования, дружбы, братства, взаимопонимания, которое веками царит на нашей земле. Но знаете, это не само собой происходит. Это происходит только тогда, когда мы вместе думаем друг о друге, о своих соседях, с тем, кто рядом. Интересуемся их жизнью, их культурой, историей. И видим наше общее начало на родной земле. День дружбы народов мы встречаем уже в пятый раз. Это крупный официальный праздник. Если поначалу его широко отмечали только в Самаре, то теперь он в достоянии всего региона. Это символ согласия и взаимопонимания между разными национальностями. А их в Самарской области более 150. Руслан Шарипов, Кирилл Козин, Андрей Авдеев, Алексей Гриднев. Новости губернии. Впрочем, Струковский сад в Самаре стал не только площадкой для праздника. На его территории прошло заседание Совета по межнациональным отношениям. В нем принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель крупнейших национальных объединений и культурных центров региона. На встрече обсудили День дружбы народов и прошедший этнофестиваль. Одна из главных задач сегодня – создание новых и возрождение как можно большего количества форм культурного обмена. Крайне важная задача, чтобы как можно больше мы узнавали и давали возможность узнавать жителям Самарской области о культуре разных народов. Зачастую незнание рождает фобии. Но чем больше мы узнаем, что значит та или иная традиция, что значит тот или иной обычай, тем больше интерес это вызывает. Один из главных проектов в этом направлении на территории Самарской области – парк дружбы народов. Это архитектурный ансамбль из 22 подворий, которые представляют собой культуру и быт этносов региона. Парк дружбы народов – это пример успешного взаимодействия общества, власти и бизнеса в реализации государственной национальной политики и реализации нацпроекта «Культура». В парке будут осуществляться экскурсионные и музейно-выставочные деятельности. Продолжение следует...